Всем привет! Решил поговорить о матче между Локомотивом и Рубином, который завершился Ничью 2-2. Ну что, довольно неплохая, интересная игра. Было, честно говоря, приятно смотреть этот матч, потому что обе команды старались играть в атаку. И очень удивил, конечно, Казанский Рубин. Рубин удивил тем, что команда не играла, как новички РПЛ обычно играют, в простые тупые забросы. А стремилась к тому, чтобы все-таки играть в короткий средний пас. И у них это получалось. Да, там, конечно, первый гол с навеса с фланга забили, но, тем не менее, здесь у Рубина мне несколько человек очень понравились. Мне вот этот вот нигерец армянский, Иву понравился, очень классный, качественный футболист, центральный полузащитник. Понравился Рожков молодой, 18-летний, левый защитник у Рубина, очень классно выглядел. Нападающие вообще молодцы, что Касовар вот этот вот даку, что Фомие четко сыграли. И Касовара признали даже лучшим игроком, потому что он сначала сам забил, потом Фомие отдал. Ну, Фомие сам, конечно, гол тоже во многом соорудил, потому что, ну, очень у него хорошо. А водка получилась, очень качественно, и, как итог, тогда второй мяч уже Рубин забил. А так, в самом начале игры уже навес Рожкова, и вот этот вот Касовар из сборной Косова, да, по-моему, фамилия, все забываю, головой замкнул. Там Лантратов вообще не виноват был. У Локомотива считаю, что Лантратов лучшим игроком, наряду с Пеняевым были. Ну, Тик Незянычу неплохо. Вот три человека, которые Локомотива играли более-менее хорошо. Ну, и вышедший на замену тоже неплохо. Изидор с Самошником разыграли. Самошником, кстати, бывший игрок Рубина, у которого контракт с Рубином закончился, и перешел в Локомотив, навесил с правого фланга, и головой уже, конечно, хорошо пробил Изидор. Но там я считаю, что Дюпин вышел из ворот неоправданно. Наверное, все-таки доля вины определенная в этом голе со стороны Дюпина есть, скажем так. Но если брать в целом игру, то ничья, но это самый максимум, на что наиграл Локомотив. Вот, скажем прямо. Потому что и центральные защитники, особенно Фасон, и Нинахов просто ужасные. Я не знаю, почему Самошникова Галактионов не выпустил с самого начала. Я думаю, что, наверное, все-таки на следующую игру он Самошникова выпустит. Потому что Нинахов слабый защитник. Я не знаю, чем он так нравится Галактионову. Он, во-первых, довольно жесткий, желтых карточек много и красных получает. Во-вторых, в защите он ненадежный. Надо сказать прямо. Ну, а Фасон, конечно, переплюнул всех. Знаете, их пара с Морозовым, конечно, ужасная. Ну, если Морозов еще так сяк, конечно, тоже играл не слишком хорошо, то Фасон, честно говоря, играл, как, знаете, как школьник. Его обыгрывали, как пацана, которому там лет 14-15. Как его на пятую точку Фомие посадил. Ну, это, конечно, верх непрофессионализм, я бы сказал. И я думаю, что все-таки Фасон в следующую игру вряд ли выйдет в основном в составе. Потому что если он выйдет, то у Локомотива с факелом проблемы могут возникнуть в следующем матче. А следующий матч они в Воронеже играют. Ну, а если говорить про Локомотив, то у них очень много выпадали. Помимо Фасона и Центрполя, Карпукас мертвый был, честно говоря. Баринов тоже ненамного лучше. А так, Жемалединов, хорошо, что его заменили. Потому что Жемалединов очень слабо играл. Его на поле в первом тайме, видно, вообще не было. Поэтому в начале второго тайма его и заменили. Если говорить про Пеняева, то Пеняев понравился. Пеняев, конечно, молодец. Я думаю, что в дальнейшем он будет прогрессировать. И вообще Пеняеву нужно чемпионат России и все-таки уезжать. То бы что ни говорил. Потому что, ну, у него хороший уровень, хорошие зададки. Скорость у него, техника. И голевой пас отдал. Довольно-таки качественный. Ну, там, конечно... Он короткий поперек, но тем не менее. Он же прошел по левому флангу и сделал гол, можно так сказать. Тикнезиан пробил рикошеты. И от защитника Рубина Твуяч, по-моему, ворота мяч залетел тогда, когда Локомотив сравнивал. Глушенков тоже мертвый вообще был, честно сказать. Его заменил Изидор. Сразу игра появилась, Изидор гол забил. Я думаю, что Изидор в следующем матче выйдет в основе. Ну, и капитан Шкаладный Глаз, как всегда, что-то как-то не очень начинает. Кроме одного участия в атаке, там, интересного, когда они вот разыграли втроем, он, Пеняев и Глушенков. Глушенков выше ворот пробил, выйдет с вратарем уже там. Ну, там тяжело было, но тем не менее, можно было забить. Кроме одного паса Пеняеву, честно говоря, вообще не запомнился ничем. И в целом тоже капитан Шкаладный Глаз довольно-таки слабо выглядел. Вот как-то так, ребят. А у Рубина все-таки и пара нападающих, и центральный полузащитник, и защитники. Ну, сравнительно, не так уж плохо играли. Хотя, конечно, Мартынович с Грицаенко, ну, не самая хорошая пара центральных защитников, если честно. Поэтому Рубин нужно центрального защитника искать. Ну, вот как так, ребят. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok